Старладер ТВ 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 Обращаю себя к группам и смотрим, смотрим, смотрим. РТК сыграли одну игру, из них они одну игру и выиграли, и имеют три очка в группе. Команда ДВТ сыграла три игры, из них две закончились ничьей, и одну ребята они проиграли. И пока что у них два очка в группе. Ну, что можно сказать? Да ничего нельзя сказать, потому что РТК сыграли всего лишь одну игру, ну и пока что они на третьем месте, ну и ДВТ находится у нас на четвертом месте. Ну и опять возвращаемся в игру и смотрим, что у нас дальше появляется в банах. В банах у нас появляется Рубик и Нукс, вот обеих команд, ну и что же, ожидаем. Последние два пика, ну и что же не хватает РТК? РТК не хватает еще одного саппорта, как я понимаю. Дарксир сложная, тролль пойдет у нас на мидл. Ну и гирокоптер мейнкерри, кристалл мейден саппорт и еще одного саппорта как бы не хватает. Это мое предположение. Что же не хватает команде ДВТ? Есть у них и мидер Девауэр, Хардлейн Вивер, Чен у нас идет в леса и алхимик как мейнкерри, еще тоже саппорта не хватает и берут спиритбрейкера. Ребята из команды РТК, ну спиритбрейкер разве что ходить и убивать, точнее бегать и убивать. Только так можно его юзать, мне кажется, потому что по-другому никак не заедет. Или же Дарксир пойдет у нас в леса, там допустим гирокоптер пойдет в сложную, ну а спиритбрейкер у нас как бы мейнкерри отыграет. Ну посмотрим, посмотрим как оно будет. Но быстрее всего, мне кажется, спиритбрейкер это такой герой, который будет летать по картам, ну и будет убивать. Бисмастера, бисмастера берут ребята из команды ДВТ. Да, но вот это сложно, вот это сложно. Бисмастер сложная, я бы сказал, алхимик будет отыгрывать как на роли саппорта и вивер что ли у нас саппорт получается. Ну, тоже интересное такое решение бисмастера взять. Ну посмотрим, посмотрим как оно будет, все. Так, включаю экранчик, вроде бы все нормально. Так. Ну и что ж, сторона Радиент. Команда ДВТ. Джанго играет у нас на бисмастере, на Чене у нас играет Физ, на Алтхимике у нас играет Шурик. На Деваури у нас играет Маск оф Сенити и на Вивере у нас играет Сиз или 515. Сорона Дайер, команда РОТК. Ригзу играет у нас на Гирокоптере, на Тролле у нас играет ФЛН. Дэмми, Донтми, как-то так, нет. Дэмэджми, Дэмми. Короче говоря, играет у нас на Дарксире. На Барлоке я говорил, кто играет, кто еще у нас. На Ценочке у нас играет Мусс и на... На-на-на, Спирит Брейкере у нас играет Моментом Мори. Видимо, как блочат один спаун, ребята, из команды РОТК. Ну и, я думаю, сейчас тут тоже ребята как-то заблочат или сами собой. Нет, ставят все равно Сентрижку сюда у нас Кристал Мейден. Почему, спросите, именно сюда поставили ребята ворды? Ну, потому что тут у нас никогда не будет на этих спаунах големов, которые не может призвать Чен. Ну, а тут вероятность попадения големов очень высока. Ну, видите, сразу големы появляются здесь и големы здесь. Чен остается без запарка, видим мы сразу это. Ну, остается ждать... Ага, тут тоже заблочили спаун кто-то. Кто-то как-то чем-то. Так, и алхимик, наверное, прошелся и заблочил сам спаун себе. Ну, и сейчас отличная новость для Чена, у которого нету никакого зоопарка, как мы понимаем. И придется ему как-то или ждать, или не знаю, что даже и делать ему. Потому что нужны. Нужны крипы ему. Точнее, лесные... Лесные, лесные, лесные... Лесные крипы, да. Что-то запутался. Так. Ну, видим Вивера на роли мейнкерри. Тут же Геррокоптер, который тоже отыгрывает как мейнкерри. Ну и, как видим, как я говорил, спиритбрейкер у нас будет идти как саппорт с мячкой. Ну и, видим, трепла пошла у нас в сложную. Ну и это убивательная трепла. Видим, уже спиритбрейкер побежал, побежал, побежал. Прибегает на Чена, который разбегает тут ворды. Алхимик заряжает стан. Хорошо попал по кристаллмейден. Я думаю, с другой... Нет, с другой не нарежет. Хотя, может попробовать, может попробовать. Тут же еще Вивер может подойти в Шокучах, который... А, нет, уже... Уже все нормально. Все нормально. Включай крипстаты, смотрим дальше. Смотрим дальше. На миддлейне видим тролля и девауэра. И на топе видим бисмастер против Дарксира. Такие у нас лейны. Что же? Иллюзии берет у нас спиритбрейкер. И я думаю, как-то можно ему заблочить что-то. Это иллюзии. Хотя бы одной попробовать. Тут сюда же поставят опять иллюзии, которые заблочат. Ну и тогда... Или даже еще сюда отправят на отвод, который будут тоже там показывать, когда ребята будут отводить. Ну, вариантов масса. Что можно сделать с этой иллюзией. Ну и... Самый пассивный вариант... Это просто иллюзии, когда стоят и получают опыт вместе с героем. Вот так вот. Так, ну видим Чен. Чен отправляется в чужой лес. И будет там пытаться... Какого-то кентавра, какого-то тролля. Ну, видим тролля тут у нас. Призывает тролля и... Должен взять какой-то третий-четвертый лавел, после чего, наверное, будет выходить. Вряд ли он будет выходить после... Вот этого стака, который он заформит. Мне это... Маловероятно, мне кажется. Посмотрим. Ну, видим Деваура. Стандартная сборка. Через Транквилы будут идти на свою... Пассивную способность... Собирать айтемы, после чего, наверное, будет Баклер. Ну, посмотрим, как оно все будет. Спирит Брейкер у нас... Наживается на отводе, который сделал у нас Алхимик. Ну, и как видим... Неплохо уже. Четыре Крапа есть. Это пятый для него. Ну, и все отлично. Вот те самые Транквилы. Приобретает себе Девауэр, как я говорил. Что же у нас здесь? Здесь у нас... Фармит дальше у нас. Товарищ Чен. В Чужом Лесу. Тут же у нас есть Дарксир. Который, наверное, понимает, что тут делает. Все. Ну, да, даже Крип. Решил помочь. Сыграть на стороне РУТК. Так. Непонятный заход вот спирита Брейкера. Спирит Брейкера под Тавер. На Вивера. Ну, и продолжение не следовало, как видим, от команды. Непонятно почему. Так. Что у нас здесь? Дарксир. Идет в погоню за Ченом. А, хотя... Не-не-не-не-не-не-не. Тролля отправил просто у нас Чен домой. Ну, и Дарксир, как я понимаю, стопил-стопил, чтобы... Не отдать этого Тролля Чену. Но все-таки Чен... Достается. Ставит ракетку у нас Герокоптер. И на кого, на кого, на кого? На Алхимика. Так вот. Ну, я думаю, сейчас зафармит еще вместе с нейтральными крипами здесь. Будет все отлично у Герокоптера. Понимаем мы это. Так, ну и вышечка начинает немножко проседать. Ну и... Да. Бежит у нас спиритбрейкер на Вивера. Ну и Вивер, как мы понимаем, если уйдет в шикуче, то его точно будет видно. Тоже будет точнее видно. Ракетка идет у нас на Алхимика. Ну и... А, спиритбрейкер просто вместо ТП решил разогнаться на Вивера. Ну и прийти пешком. Вот так вот. Прячет у нас Тролля. Тут Девавер. Ну и... Тут же есть ультимейт уже у Бисмастера. Хорошо. Просто залетает все про Троллю. Сюда же бежит у нас спиритбрейкер на Бисмастера. Ну и видим ФБ. Забрали ребята. Ну и Бисмастер отменяет свое похождение. Видимо это есть у него уже просветы. Ну и это... Это просто отличная штука. Против инвизных героев. Брать спиритбрейкера, в котором будет просвет. И после чего, вряд ли, кто-то уйдет. Семочку тоже забрали у нас ребята из команды ДВТ. На ботом линии. Пока я рассказывал про спиритбрейкера. И ПТ появляется у Герокоптера. 28 крипов у Герокоптера. У Вивера видим 20 крипов. Ну а стоит на 8 крипов у нас Вивер. Не знаю, с чем это связано. Наверное, психологическое давление на него оказывают. Да и все такое. Так, ну и что же. Пошли куда-то саппорты. Видимо искать кого-то. Такого как Чена. Но нет, поставили вард, который у нас бочит спаун, как мы понимаем. Ну и все, на этом разошлись ребята. Заряжает стан у нас Алхимик. 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 Три, две, одна. Стан по спиритбрейкеру. Отлично. Еще Вивер нарезает. Ой-ой-ой, разогнался у нас. Спиритбрейкер минус Алхимик. В шокучах забирает у нас Вивер спиритбрейкера. И что же? Три-один. Три-один. Впереди украинская команда. Так. Что у нас здесь? Ну, сколько у Варлок уже? Три Астрала. На нем висит 13 хп. Ну, хоть переключать рейндж. Это отлично. Что без маны? Это ему очень хорошо просто. Для него. Так бы еще, если бы требовала манас, то борода была бы. Троллил. Так. ПТ появляется у Вивера. Так, куда-то все сбежали. А, свап-линиями, как я понимаю. Видимо, так вот решили ребята сыграть. Да, гирокоптер расстраивался у нас на легкую линию свою. На топ-лайн. Ну, и Дарксир, видим, с восьмым левелом приходит к Виверу, которого тоже есть восьмой. Но сейчас скрипы будут все идти просто к Дарксиру. И все будет у него отлично. Есть кадресочка уже у Дарксира, видим. Ну, и рецепт на Баклер. Совсем скоро. Будет уже Мека. Вот этот товарищ. Девавор, видим, транквилы собрал наш. Собирает форстаф, как мы понимаем, по стаффу в Визердрай. Да. Ну, и вот он, форстаф появляется. И как раз несет себе форстаф. Ну, отлично будет мансоваться, сыриться по карте с этим форстафом. Так, прячет в астрал. Ну, и алхимик неточный. Просто станут от него, как видим. Ну, ультимейт от Бисмастера. Через два ультимейта забрали. Ребята, у нас тролля на миддлейне. Ну, и все 4-1, точнее, уже счет у нас. Что у нас здесь такого интересного? Да, ничего такого, наверное, интересного. Возвращается на респаун Дарксир обратно. Не знаю даже почему. Баклер можно купить. И... Не, не покупает Чинмейл. Рецепт в курицу, да. Отложил. Ну, и потом купил. Когда-то потом. Па-па-па-па. Ну, остается тут еще в вышечке 300 хп. Возвращается глифортификация. Ну, и... Что же мы видим дальше? Я думаю, тут надо до конца. Как-то, как-то попробовать. Товарищам. Ну, видим, алхимик заряжает стан. Кабан, алхимик. Зарядил. Зарядил. Ну, и тролль отправляется у нас наверх. Будет попаться кого-то выцепить. А именно бисмастера или алхимика, которые тут находятся у нас на топ-линии. Ну, и... Что же? Кабан. Кабан умер у нас. И бисмастер. Должен вызывать новые там. Своих друзей. Как я понимаю, или нет. Наверное, попозже вызовет. Хорошо. Так, Дарксир. Опять где-то он был. И опять вращается он на респаун. Мы видим. Ну, теперь Баклер у него есть. Да. Все отлично у него. Так, снизу драка. Стан залетает у нас герокоптера. Герокоптер проседает. Да, минус герокоптер. Также минус перед брейкер. Что у нас дальше тут находится. Видимо, бисмастера хотят забрать ребята. Да, прячут его в астрал. Тут же... Стягивает хорошо у нас Дарксир. Но залетает тут по Дарксиру станчик. Тут же кулдаун хорош от герокоптера. Ну, один раз только всего лишь упал кулдаун этот. Ну, герокоптер может сейчас нормально тут зафармить. Ну, нет. Чен застанил тут кентавра герокоптера, как видим. Ну, и все-таки забрал. Смотрите, у нас герокоптер вивера. Ну, и это у нас 4 в 2. Размен такой. Очень плохо для команды РТК. Ничего не могут сделать. Что-то... Не идет. Не идет просто со спиритбрейкером что-то у них. Ну, я даже не знаю. Ну, надо ломать товара. Надо ломать товара. Если не получается драться, значит, надо ломать товара. Трагично. Трагично это все делать. А, так. Что же у нас здесь? Здесь, здесь, здесь. Чен. Видим хадресочку. Дальше будет, конечно же, собираться мека. Что же у Девавора? Видим, купил ему талисман. Догон ли это будет? Мне интересно. Ну, интересно было бы понаблюдать до годом у нас Девавора. Ну, посмотрим, соберет ли он догон. Дальше тролль. Тролль, тролль, тролль. Твейзы должны появляться. Да. Твейзы, Порманшилл. Ну, и умирал три раза уже, как мы видим. Вивер. Темная лошадка. Сколько он? 45 крипов убил, видим. ПТ, Ринг оф Хеллс и также Аквилл у него имеется. Ну, и что же. Я думаю, тут должен вылетать Спиритбрейкер. Ну, должен, но почему-то не вылетает, чтобы убить этого. Этого самого Вивера. Залетает тут стан по Варлойку. Тут же в Шикучах у нас продолжает Вивер ходить. Ну, и что же. Отходит назад. Видимо, да. Отошли немножко назад ребята из команды ДВТ. Девауэр. Боже мой. Убивает у нас Дарксира. С помощью Бисмастера, как я понимаю. Да, через два ультимейта. Нет, через один ультимейт забрали у нас Дарксира. Где у нас Спиритбрейкер? Меня интересует. Я думаю, он должен вылетать уже на этого Вивера. Да, именно на него. Он вылетает, видимо, это. Ну, и есть просвет. И все просто, что надо, чтобы убить этого мейнкерри команды ДВТ. Станчик эвейдит у нас Вивер, видимо, это. Своими Шикучами. Тем временем Тавор упал Т1 у команды РТК. Ну, и... Отменил свой побег у нас Спиритбрейкер, видимо, это. Ну, и опять взрывается Алхимик. Я уже не знаю, какой раз. Раз четвертый, наверное. Точно. Ну, и видим... Сколько тут? Раз, два. Пять. Пять на четыре, что ли, драка будет. Ну, еще Чен подтягивается, как я вижу, да. Ну, и будет сейчас драка. Так, прячет тут кого-то. Цемочку спрятали. Не так много у него маны теперь. Ну, и что же. Стяжечка у Дарксира, видим. Тут станчик хороший по Алхимику залетает от Алхимика, точнее. Уже минус три есть. Ну, и дальше, дальше идут ребята. Топоры летят. Уходят... Нет. Прячется... Тут у нас с кого? Цемочку. Да, минус цемочка. Ну, и Дарксир уходит отсюда пешочком. Пятнадцать три. Пятнадцать три. Ну, вроде бы все было нормально, но почему-то... Пошло что-то не так, как мы понимаем. Как мы видим, понимаем. Даже не знаю, почему. Падает уже второй тавер для команды ДВТ. Ну, и у них только один тавер забрали у нас на топе. Ребята из команды РУТК. Ну, и дальше идут. Дальше идут. И зайцы гли фортификацию. Ну, и... Еще один заход, что ли. Да. Бежит спиритбрейкер. Прячет его. Девауэр, видим. Кулдаун залетает. По запарку Чена. Ну, и... Что же? Станчик тут от Алхимика. Божественный. Просто по двоим залетает. Ракетка у нас на Чена. Стягивает хорошо Дарксир. Тут даже стеночка у Дарксира. Отлично. Минус тролль, минус ценочка, минус Чен. Деваур. Бисмастер тоже падает. Ну, и же... Это в плюс для команды РУТК. Мы понимаем. ДД. Нет. Кто это? Регенерацию использовал у нас Алхимик. Ну, и уходит отсюда. Ну, и Вивер. Две тысячи на руках. Тоже пошел у нас на топ. Обычно, наверное, забрать Т1 Тауэр, как мы понимаем. Что же у этого Тауэр? Нет. Мека есть уже у Дарксира. Это ясно. Вот. Ярокоптер. Угорклаб появляется. Будет это БКБ. Будет это БКБ, чтобы... Деваверы, всякие там... Алхимики... Его... Сильно не трощили. Он борется за... Враг. Да. Вот так вот. Так. Дарксир. Тысяча на руках. Я думаю, сейчас должны быть Арканчики от Дарксира. В скором времени. Мека уже есть. Посмотрим дальше, что будет. Так. Спиритбрейкер. Побежал на Алхимика, как мы видим. Ну и команда. Очень далеко команда. Так. Залетает у нас на Алхимика. Алхимик. Еще... Ультимейт. Залет спиритбрейкер. Дает станд. Сюда же 2 ТП летит. Вот команда ДВТ. Сюда же кулдаун. Кулдаун. Залетает вторая ракетка. Все лишь по Алхимику. Видим мы... Точнее по Бисмастеру. С ТП уходит у нас... Киристал Мейдан. Ну и спиритбрейкер все-таки умер. Да. Вот так вот. 18.6. 18.6. 18. Это уже минута. По графикам видим... По опыту. Около 8. Все держится. Ну и по голдам видим... Было 7.500. Ну и сейчас где-то около 6. Это все дело. Бисмастер. Зарстав на Лиево. Хотел заизвать ультимейт. Но увидел, что там... Почти никого нету. На одну ЦМочку. Ультимейт тратить это... Как-то... Не то. Так. Ну и заходят на Рошана. Ребята из команды ДВТ. Видим мы это. Да. Быстренько разбивается. Как видим. Ну и... Айгис подбирает у нас Девавр. Что же. Давайте пройдемся по Уайтамам что ли. Нет. 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 Вивера тут просветили. Видимо это. Ну и пойдет в Шакучах. Да. Уходит в Шакучах без проблем. Тут у нас Вивер. Давайте по порядку. Алхимик. ПТ. Смог. Танго. Стики. Чен. Видим. Хедрессочку. Бактлер. Арканы. Ну и рецептик на Меку уже должен быть. Где-то покупаться. Скоро будет уже она. Точнее она уже есть. Такое надо купить ее. Девавр. Видим. Мистикстав. Форстав. Ну. Талисман. И Транквил. А также. Аэгис. Девавра. Вивер. Видим. Ультимейт орб. ПТ. И Ринг оф Хеллз. Будет. Это конечно же. То самое под названием. Ликонсвера. И бисмастер. Видимо гоним Арканы. Герокоптер. Видимо Горклаб. Видим Хаммер. Еще осталось на рецептик немножко нафармить. Ну и будет БКБ у него. Также ПТ базилка у него имеется. Дарксир. Видим Мека. Соло Ринг. И Арканы. Дальше. Тролль Фейзы. Угар Клаб. Пурман Шилл. Цемочка. Тапка даже нету. Ой-ой-ой-ой. Как же все плохо. Ну и спирит брейкер. Ботинок. Видим. Две гантельки. И просветик. Так. Ну что же. Осталось два Т2 Тавара у команды. РТК. Ну и что же. Заходят. Как я понимаю. На один. Из Т2 Тавара. Ребята. А именно на мидл Тавар. Ну и что же. Будет ли деф. Есть БКБ уже герокоптеры. Я думаю уже. Можно. Можно как-то пытаться ворваться. Ну смотрите. Прячут тут у нас. Спирит брейкера. Хорошая стяжка у Дарксира. Отлично. Просто. Даже кулдаун. У Чена. Точнее вот. Герокоптер разлетает. Чен у нас подхилял. Ой-ой. ХП-што нету. Ни у кого. Почти. Сбивает Эггис. У нас Девавуру. Алхимик заряжает стан. Стан от Алхимика. Ну и. Отпускай. Хорошо. Выбил Дарксира. Ну и. Дальше драка продолжается. Видим. Минус Алхимик. Также у нас. На лоу ХП уходит. У нас Бисмастер. Бисмастер живет. Да. Живет. Мансует. Ну и. Я думаю тут Астрал есть. Да. Тут есть Астрал. Так что тут можно еще подраться. Прячет у нас Бисмастера в Астрал. Ну и убивает у нас. Герокоптера. 23 на 8. 23 на 8. Т1. Т2 точнее. Тавар тут еще. Стычанцы надо дать. Ой. Не пробивается. Надо за Крепами скатить Фиверу. Ну и тогда. Нормально забрать его. Ну и тут подпишилась линия. Так что. Можно после этого Т2. Переходить на этот Т2. Без проблем я думаю. Так. Так. Ну и пока у нас ребята. Почти ничего не делают. Давайте посмотрим по общей стоимости. У нас что творится. Хекс превратает тем временем все Девавр. И барабаны появляются у Алхимика. По общей стоимости у нас такая ситуация. Что 10 тысяч имеет Т2. После него идет у нас Вивер. И после чего у нас идет Бисмастер. Вот так вот. Ну и на четвертом месте у нас Гарри команды. РТК у нас Герокоптер. Герокоптер. Да. Все очень плохо. Для команды РТК. Ой-ой-ой-ой. Что я заметил. Тролль 0.6. Ну. Все правильно делали ребята из команды ДВТ. Убивали они Троллятов в начале игры. На минуте 6-7. Через два ультимейта. Но убивали. Ну и поэтому как видим. Ничего нету почти утроля Ну и что же, полтовара уже нету на топе Ну и дальше немножко отходят ребята Из команды ДВТ Но я думаю, надо дожать Надо дожать этот Т2 И после чего, наверное, уйти фармить Ребятам, хотя Хотя, хотя, по графикам видим Больше 10 тысяч За командой ДВТ Так, минус Т2 Последний Т2 у РТК Ну и что же, смотрим дальше Спиритбрекер уходит отсюда В Хигсе Ультимейт хороший был от Кристалмейден Но, к сожалению, его сбили Ой-ой-ой, Дарксир как же играет опять Хорошо стягивает всех по стеночку почти Ну и что же, уже минус 3 Делают ребята из команды ДВТ Проседает Герокоптер, минус Герокоптер Ну и последний Последний, последний тролль Тролль в Астрале Ну и это минус Да Минус 5 От команды ДВТ Забранный Т2 Тавер Все просто шикарно для них Чтобы закончить эту игру Ну, посмотрим Через сколько она закончится Месят уже Т3 Тавер Ребята Ага, птицу убила у нас Кристалмейден Я понял теперь Что это было Так Разбегается у нас Спиритбрекер Ну и отменяет Отменяет Что-то он передумал Кабана убили, ребята Вот так вот Минус топлиния у команды РУТК Ну и Приостанавливается игра Скайп Ага Вот такие дела Ну и Пользуюсь Пользуюсь случаем Хочу сказать Всем зрителям Чтобы вы заходили на Сайт Dota2 Starlighter.tv Регистрировались Ну и Принимали участие В различных Фасткапах Викенткапах Которые проходят У нас на сайте Ну и Поднимались В аматорку В 7EF Pro Благодаря этому Кстати, можно Очень легко Туда попасть Благодаря ПТС Ну и Это надо Использовать Мне кажется Так Ну и Что же Что-то Нет Что-то Не так Так Отнимается Пауза Ну и Смотрим Дальше Разбили Тут Ребята Вард А Центришка Стоит Все ясно Все теперь Ясно Тут Вард Стоит Обсерверский Видим Ну и Все Тут Обсервер Стоит Команды Radiant Так Есть уже Линка У Вивера Также Он купил У нас Demon Age Что у нас Тут Такого Интересного Быстренько Проскользну 3200 Девавора БКБ Будет покупать Видим Уже В тайнике Появилось Угорклаб И хаммер Что у нас Тут БКБ 1900 на руках На байбе Как я понимаю Мека Арканы 600 Голды Тролль 1500 Но все равно Не хватает Троллю Чтобы собрать БКБ До следующей драки Ну и ПТ у Спиритбрейкера Так Ну и Как я и говорил Будут фармить Ребята После Убивания Стороны Ну или Будут ждать Рошана Рошана У нас будет Через 3 Минуты Где-то Ну и Будут Ждать Ребята Его Так Дарксир Не решился Что-то Идти Дальше Ну и Что ж Подходят Все Ребята Из команды ДВТ У нас На Ботом Лимнию Ну и Заход На Т3 Тауэр Видимо Это Падает Понемножку Тауэр Так Ракеточка У нас Летит На ДВАВР Ну тут Должны Разбить Ее Да Разбивает У них Вивер Неинтересно Какой Вижен Ага Вот Такой Вот Вижен Вот Она Птица Которая Все Видит Вот Вот Этот Квадрат Весь Точнее Не квадрат А Круг Видим Минус Т3 На Ботами Ну и Опять Ракетка Летит У нас ДВАВР Ну и Разбить Ее Нет Не разбили Залетело Ну ура Ну смотрите Сколько Аур Находится У ДВАВР Это Просто Что-то С чем-то Почти У каждого Столько Ауры Да Это Грязь Через минуту Будет Рошан Тут же У нас Разбег От От Того Самого Сфиритбрейкера Сюда же Кулдаун Залетает Герокоптер Герокоптер Хорошо Нарезал Ну как Видим Хороший Хилл от Чена Ультимент Прорезал И Меку Ну и Что же Минус 4 Уже Есть У команды Ротк И это Минус 5 Минус 5 И ГГ пишет Ребята Из команды Ротк 1-0 1-0 За командой ДВТ Ну и Нас Ожидает Вторая Игра Команда ДВТ И Ротк Так Посмотрим Давайте На Финальную Таблицу Ну и Почти Я то Ожидал 08 У спиртбрейкера 07 У кристалмэйдом 08 У тролля Ну что ж